добрый день дорогие мои друзья мы продолжаем тему нестандартной фигуры вы находитесь на канале галина коломейка кройка и шитье и так прошлый раз мы с вами рассмотрели выступ живота сегодня мы посмотрим как же нам быть если у нас есть вот такая история то есть выступ груди и если под грудью нет животика это пространство не заполняется и на ткани в изделии у нас получается здесь слабина или лишняя ткань которую в полу приталином или приталином даже силуэте всегда хочется забрать как же нам решить эту проблему давайте еще разочек посмотрим как выглядит стандартная фигурка посмотрите грудь и животик примерно на одной вертикали находится а вот таким образом будет выглядеть фигурка с выступом груди еще разочек обратите внимание если вот такой большой груди прилагается такой же значительный животик то это будем считать что просто полная фигурка и истории с выступом груди применять для базовой конструкции не нужно а в нашем случае животика как вы видите нет действительно под грудью пустота и поэтому мы строим базовую конструкцию как учили но нам понадобится вот такие вот полу рельефы я их называю да для того чтобы именно в них была возможность забрать ту самую лишнюю ткань которая будет у нас на передней половинке случае такой особенности как выступ грудных желез давайте посмотрим как это делается на чертеже как это выглядит на чертеже на чертеже это выглядит вот таким образом обратите внимание какая большая у нас нагрудная выточка у нас выступ грудных желез а вот это так называемый бачок и посмотрите в него прячется талиевая выточка она увеличена потому что под грудью много свободной ткани по этому тарию выточку надо увеличить и конечно у нас будет лишняя ткань еще и в области бедер вот здесь как правило у меня два сантиметра как оформлена вот вы видите как оформлена с помощью вот этого такого бачка вот этого полу рельефа который я превратила в рельеф продлив его вот сюда а могла бы я этого не делать или могла этот рельеф разместить вот так прямо по центру под грудью да мы забираем лишнюю ткань подробности вот этой истории вы можете найти и на канале в отдельном видео которое исключительно посвящено вот этому вопросу и вот этому моменту как это строится какие изменения в деталях и в подробностях в книгах в наших онлайн курсах и онлайн занятиях пожалуйста но естественно научных занятиях тоже а пока мы с вами не буду не углубляясь в тему построения посмотрим что же будет хорошо а что не очень для такой фигурки начнем с того что у нас выступ груди еще разочек вот позвольте вам показать да спинка может быть любой нам нужны вот такие вот полу рельефы запомним это но что плохо когда у нас большая нагрудная выточка посмотрите не надо ее переводить вот сюда в боковой шов почему не надо ее переходить переводить из базовой конструкции в боковой шов потому что вот эта большая выточка не будет сутюживаться у нас технологический брак у нас появится потому что вот так идет долевая нить а долевая нить очень плохо поддается сутюживанию по этой причине я никогда не рекомендую при большом растворе на грудной выточке при выступе грудных желез отправлять вот эту вот выточку большую которая присутствует у нас базовой конструкции в боковой шов переводить это плохо также плохо вот такая вот история на втором рисуночке давайте с вами посмотрим когда традиционно переводят вот эту выточку большую нагрудную в рельеф который проходит от плеча через центр груди и дальше вниз это очень плохо почему да потому что опять закрадывается так называемая технологическая ошибка посмотрите вот на этой части нашей полочки долевая нить идет вертикально вот по этой стороне стеночки она идет вот так а на этой части долевая нить идет уже вот тоже вот так но вот этот срез оказывается по косой а чтобы выполнить задачу мы должны соединить вот эту сторону вытачки и вот эту сторону вытачки получается в одном узле соединяется долевая нить и касая нить и это сразу влечет за собой вот в этом вот месте слабину вот в этом месте у нас появляется слабина хотим мы этого или нет как только я не пыталась от нее избавиться и дублировала и усиливала и как-то вот это укрепляло вот эту часть все равно нам не обвести так сказать физику законы физики срабатывают и это плохо то есть закон технологической обработки в одну в один узел в один шов нельзя соединять разное направление нити долевая и касая нить это тоже очень плохо также очень плохо посмотрите какая история вот сюда посмотрим очень часто мы любим переводить наши вытачки в рельеф который проходит через центр груди и начинается откуда-то из проймы и в этом случае когда у нас большая грудь посмотрите какая появляется картинка вверху у нас открывается нагрудная вытачка вот в этом месте внизу открывается вытачка талиевая она тоже большая и для нашей большой груди мы имеем вот такой вот маленький кармашек четко очерченные четко ограниченные со всех сторон вот этим вот шовчиком то есть что происходит в жизни посмотрите на точку c на центр груди да во первых этот центр груди может подняться вверх в нашем изделии после того как мы обработаем вот этот узел мы его сметали все у нас хорошо центр груди на своем месте на примерке мы ничего не видим стоит нам вот этот узел обработать мы его стачиваем обметываем утюжим процессе обработки происходит легкое непременно и какое-то сутюживание уработка вот этого шва и точка c может подняться буквально на какой-то один сантиметрик выше и все грудь уже не попала то есть точка c выше слабина в платье выше чем наша грудь и приходится корректировать уже в готовом виде а припуски все срезаны и мы такой возможности как правило не имеем еще одна причина почему я это никогда не применяю заключается в следующем когда грудь большая она у нас утром на одном расстоянии находится высота груди у нее скажем 32 мерка высоты груди а вечером она 33 и мы опять не попали или бретели чки у нас вытянулись или ну в процессе жизнедеятельности мы устали и грудь немножко у нас ушла вниз понимаете поэтому вот такие вот вот такие фасоны для такой я тоже не применяю потому что они чреваты большими погрешностями переделками в будущем также я не применяю для большой груди вот такую вот вот такой вот фасон почему потому что сборки под грудью вот видите здесь центр груди у нас до моделирование показано сборки под грудью прижата к телу нижняя вот эта вот часть выше талии под грудью да она сразу делает нашу грудь еще более массивной и более выразительной если она у нас и так преувеличена большая то нам скорее нужно стремиться к золотой середине чем делать вот например вот такой вот акцент который еще больше увеличивает нашу грудь ну и вы конечно зададитесь вопросом а что же тогда нам делать если у нас вот такая вот большая грудь и можно даже сказать не большая грудь а большая нагрудная выточка давайте посмотрим на эти фасоны очень я люблю вот такую вот вот такой вот фасон когда у нас это выточка большая нагрудная она не формируется не переходит ни в какой рельеф она просто переходит в драпировку по горловинке или в какие-то защипы тогда у лифчика могут быть разные бретельки тогда вот точка c и уровень не фиксируется это очень удобно во первых грудь там живет так сказать своей жизнью место мы для нее определили и выглядит это очень хорошо а вот такие вот полу рельефы я уже показывала как они выглядят у нас на нашем чертеже давайте еще разочек взглянем вот такие вот полу рельефчики вот такие полу рельефы да они прекрасно забирают у нас лишнюю ткань под грудью под грудью и поэтому вот такие вот фасоны или еще какие-то другие построенные вот на этих вот идеях они очень очень комплиментарны для такой груди что еще остаточная выточка так называемая да посмотрите остаточная выточка те же самые полу рельефы бачки куда мы забираем лишнюю ткань в области животика а остаточная выточка переходит либо вот в эту вот так скажем так называемую французскую выточку кто-то ее называет или если ткань суховатая жестковатая она у нас не сутюживается вы знаете что вот это направление нити направление выточки очень плохо сутюживается чаще всего для большой выточки да поэтому я ее разбиваю на две а то и на три выточки и когда они вот так вот разбиты одна большая остаточная выточка на три маленьких то у вас как футбольный мячик грудки вот здесь становится хорошо и это выглядит замечательно и не требует на пример очки и в дальнейшем никакого уточнения никаких переделок никакой корректировки дальше рельефы из горловинки вот такая вот идея посмотрите тоже очень интересная идея которую можно обыгрывать здесь нагрудная выточка как бы идет немножко сверху а потом еще немножко снизу и размыта вот эта часть размыта эти рельефы позволяют забрать лишнюю ткань а вот эта выточка которая расположена немножко под углом сверху она всегда будет хороша для нагрудной выточки вот эта идея хорошая и вот это вставки то есть посмотрите я вот здесь изобразила вставку в виде вот такого какого-то галстука широкого да но ведь она может быть совершенно другая любой формы может быть просто прямой какой-то планстрон может это быть какая-то вставка пошире с отделками то есть вот в эти линии вот в эти линии прячется выточка нагрудная она моделируется прячется вот сюда может появиться либо остаточная выточка из вот этих линий либо она перейдет просто в посадку если она очень маленькая то есть все что в посерединке вот такие вот какие-то планстроны вставочки узенькие маленькие можно чуть-чуть пошире их делать самых разных форм они позволяют во-первых отвлечь внимание от широкой груди они ее концентрируют вот так вот по центру и это делает наше изделие поуже то есть нашу фигурку делает уже ну а вот эти вот мои рельефы они конечно опять позволяют забрать лишнюю ткань ну и вот здесь вот я как бы набросала еще очень плоховато видно сложный фасон когда мы делаем вот такие вот видите линии да делим здесь надо моделировать надо остаточной выточки применять посадку и так далее но тоже история очень интересная вот собственно говоря что мне хотелось вам сегодня сказать про такую особенность как выступ грудных желез дальше мне хочется рассказать вам о выступе ягодиц